открываем посылку мелкая посылочка даже можно сказать письмо письмецо а внутри у нас светодиоды светодиоды smd светодиоды вот эти светодиоды уже кто-то из вас меня раскритиковал за то что я покупаю эти светодиоды 2835 что они слабенькие не хорошенькие такие дело в том что многие светодиодные лапы которые я прикупил именно на этих светодиодов собраны поэтому покупать другие светодиоды ну как бы для ремонта не не то будет но в принципе вот но главное что главное что они дешево для меня это очень важно что они дешевые и на них можно собирать вот количество огромное 100 штук и за небольшие деньги вот преимущество этих smd светодиодов извлек один светодиод для тестирования из нашей ленты вот и теперь давайте проверим надо подать напряжение для напряжения подачи я специально создал такой тестер но он простой сопротивление и питание вот ошибки от мультиметра поэтому минус у нас вот здесь есть вам видно скошенная часть это означает что с этой стороны минус а с этой плюс давайте попробуем подать напряжение так свет ванной рвине то есть он нормально горит достаточно ярко пьет по глазам вот посмотрим что наши небольшой посылки небольшой посылки у нас светодиоды это светодиоды маркированные как 3528 smd светодиоды то есть они припаивается сверху на печатную плату всего должно быть 100 штук можно посчитать сколько тут штук вот ну где-то приблизительно и на 100 штук применяется они для ремонта разных устройств частности применяется светодиоды smd для подсветки вот панели в ли сиди дисплеях телевизоров и так далее светодиодных лампах и во многих других устройствах которые я купил вот эти светодиоды очень дешевые то есть получается они меньше цента одна штука обошлась количество 100 штук рекламирует как ультра яркие но это надо опять же проверять насколько они яркие 1 кристально всего один кристалл тут к сожалению это не очень мощные светодиоды хотя читал что 3528 один ватт но данном случае даже поставщик говорит о том что здесь всего 60 60 миле ватт мощность вот 20 миллиампер ток пропускает и рабочее напряжение 33 вольта то есть практически мягко говоря слабенькие но с другой стороны мощные светодиоды требует наличие теплоотвода тоже большая проблема так что возможно можно обойтись большим количеством светодиодов маломощных чем брать один-два мощных то есть ну в разных конструкций по-разному можно применять поэтому я не стал как бы выбирать между ними просто приобрел вот так как они очень дешево все равно понадобятся размеры лет 1210 три с половиной миллиметра заявленных ширина длина и два с половиной миллиметра у нас высота толщина всего лишь одна целых девять десятых миллиметров минус определяется тут есть кос на прямоугольное это и по скосу можно определить что с этой стороны минус давайте проверим один светодиод и посмотрим вот светодиод его на его основании мы видим если с обратной стороны что нет никакой подложки то есть это маломощный светодиод все понятно так минус легко определяется и у меня есть вот пробник сейчас я его достану пробник такой самодельный пробник но самое примитивное устройство батарейки сопротивление и все но зато применяется практически постоянно мной так что не все сложно не все лучшее является сложным просто адая перепутал минус плюсом тут скос по скосу вот вот светится в принципе яркость неплохая да заметили неплохая вот все будем про в этой посылке у нас в этой посылке у нас светодиоды светодиоды причем smd то есть появится прямо на плату сверху без дырок вот это индикативные и обратить внимание есть несколько набор цветов каждый цвет вот поставщик обозначил соответствующим цветом да поэтому мы можем говорить что у нас есть красный синий вот желтый зеленый и белый цвет эти светодиоды очень маломощные они предназначены для запайки на печатных платах используются как индикаторы индикаторы поэтому они широко применяются в принципе я для ремонта прикупил и для разработки каких-то своих проектов возможно там у нас понадобятся такие печатных платах таких как ардуино либо вот разбери давайте проверим я вот такой щуп сделал вот из бывшего припоя вот и с помощью него легко и быстро я определю работает он не рабочий цвет красный видно да значит все работает прекрасно минус обозначен тут точкой принципе все так сзади у нас что у нас вот принципе ничего нет цвет не обозначен никак даже мы не определим его при печатном плате вот такие у нас светодиоды об этой посылки что в этой посылке у нас вот такие замечательные светодиоды эти светодиоды предназначены для светодиодных вот это пуговки такие вот бывают разные мощности я взял самый маломощный 1 ватт каждая пуговка такая вот они здесь имеют сзади основание теплоотводящие вот и имеет линзу тут так что угол рассеивания увеличивается мощность 1 ватт каждый пуговки и напряжение 3234 вольта 3234 вольта так что в принципе ничего такого сложного тут нет мы должны запаять и использовать как создание светодиодных ламп полярность легко определяется тут просто написано плюс минус плюс минус вот на прямо на выводах вот здесь у нас плюс а здесь минус да поэтому я просто индикаторы с помощью этого вот все правильно здесь тоже минус плюс здесь минус плюс то что все работает легко и быстро мы все это проверяем и остается нам что сделать на так на это наоборот тут вот так вот все отлично остается нам что припаять к печатной плате и сделать основа для сборки светодиодных ламп продается он содержит вот теплотводящий радиатор цоколь и все необходимое остальное кроме конечно светодиодов и драйвер вот здесь есть печатная плата если посмотреть эту печатную плату то она точности подходит для наших вот пуговок она сделана именно для них поэтому тут плюс-минус я перепутал паяем суда паяем эти пуговки и будет у нас основа для создания светодиодной лампы и Продолжение следует...